Всем здравствуйте и добро пожаловать на мой канал! Сегодняшнее видео будет посвящено одному конкретному аромату, с которым у меня очень длительные и очень непростые отношения. И наконец-то он появился в моей коллекции. Это аромат Alainvi от Serge Lutin. Вы знаете, что Serge Lutin это один из моих самых любимых парфюмерных домов. Мне очень нравится почерк, концепция этого дома. Мне очень нравится, как они делают восточные ароматы. Собственно говоря, по-моему, все их ароматы являются восточным направлением. Но вот с ароматом Alainvi у меня не сложилось. Когда я начала увлекаться нишевой парфюмерией, ну может быть в году в 2005, вот как-то так. То есть это уже достаточно давняя у меня история. Я пробовала этот аромат, и он у меня вызвал очень стойкое отторжение. Тогда давайте посчитаем, сколько мне было. Ну давайте скажем, что мне было 20 лет. Вот как-то так. То есть возраст был, конечно, совершенно другой. Этот аромат меня очень сильно оттолкнул. Должна сказать, что в те времена я испытывала тягу к двум категориям ароматов. Мне очень нравились тяжелые, густые, очень специевые, такие вот анималистичные ароматы, которые вот я бы назвала, знаете, как тяжеляк. Давайте вот так скажем. И мне нравились определенные свежие ароматы. То есть это должно было быть проще. Вернее, как это... Акватические ароматы я и сейчас недолюблю. Это должны были быть какие-то очень качественные цитрусовые ароматы. Цветочных ароматов тогда в моей коллекции, в принципе, не было. И они меня оставляли весьма или весьма равнодушны. И я, конечно, могла терпеть, например, если кто-то рядом со мной носил цветочные ароматы. Но вот самой мне не хотелось, мне было неприятно. Это было не мое. Сейчас я не могу сказать, что цветочные ароматы это мое самое любимое направление. Но у меня я научилась ценить качество композиции, красоту композиции. Иногда даже понимаю, что это не для меня, но это красиво собрано. Это достойный аромат. И в моей коллекции есть сейчас стопроцентные цветочные ароматы, которые я жалую и ношу сама. Я думаю, что очень многие дамы, женщины, тетки, все проходят через эти метаморфозы замечательные. Что с возрастом, ну если уж не какая-то там любовь в запой случается с цветочными ароматами, то хотя бы какое-то, знаете, толерантное к ним отношение. То есть их спокойно можно переносить. И я решила перепопробовать, перезатестить этот аромат, наверное, где-то, может быть, год назад. И посмотреть, изменились ли у меня мое мнение по поводу этого аромата. И оно изменилось. Я должна сказать, что сейчас с жасмином мне гораздо проще найти общий язык. И здесь он очень проводоподобный, здесь он очень реалистичный, здесь такой вот, знаете, сладкий и настолько концентрированный, что становится его дымным. Часто бывает такое с цветочными эфирными маслами, когда они прям очень густые и насыщенные, появляется такой запах дымности. Здесь тоже такое присутствует. Понятное дело, что это не солифлор, иначе бы это не было Серж-Лютен, а был бы и Фраше. То есть здесь, конечно, была поставлена задача обыграть красоту звучания этого цветка. И что лично ощущаю я, это вполне может не совпадать с тем, что существует вот в пирамиде аромата. Но мне кажется, что здесь есть какие-то очень тонкие, очень легкие специи. Не знаю, не могу определить, что конкретно. Может быть гвоздичность какая-то, может быть тонкая какая-то анисовость, перченость. Но вот что-то здесь есть такое вот специевое, которое выдвигает вперед аспект именно свежего цветочного звучания. Потому что если прислушиваться к цветочным ароматам достаточно долго, то можно уловить зеленые растительные ноты, как я называю. Она присуща всему растительному. Вот есть какая-то общая характеристика, целлюлозность какая-то присутствует. Здесь ее тоже можно уловить. И я думаю, что специи они как раз вперед выпячивают. Именно вот это такое вот свежезеленоватое звучание цветка не дают ему уйти слишком в такое вот очень мощное агрессивное звучание. Безусловно, этот аромат подслащен. Он подслащен либо пыльцой, либо может быть медом. Вот чем-то таким вот очень сладким, амбразийным. Это как вот амброзия с цветами. И мне кажется, на этой особенности моей кожи, что вот здесь присутствует либо капелька амбры, совсем малюсенькая. То есть мед или амбры я вот не очень могу понять. Скорее всего, наверное, мед. И совершенно стопроцентно здесь есть мускус, который добавляет значительную глубину этому аромату и не позволяет ему, опять же, оставаться таким вот очень масляным, дымным ароматом. Дает ему глубину и нюансы, позволяет ему развиваться с чуть-чуть более свежего звучания в такое более томное масляное. И уже потом масленность слетает и остается такая базовая глубина с цветочным таким вот послевкусием. Это очень красивый аромат. Я должна сказать, что, конечно, для тех, у кого белоцветочные ароматы вызывают головную боль, я думаю, этот аромат ее вызовет. Потому что, конечно, он все-таки насыщенный. Это Серджи Лютен, это нужно иметь в виду. Но я бы сказала, что этот аромат невозможно назвать каким-то роковым или соблазнительным или для похода на какое-то важное свидание. Я не думаю, что это тот случай, когда нужно нанести такой аромат, чтобы, знаете, как обозначить свой приход, так скажем. Это очень комфортный. Это для женщин. Я все-таки думаю, это женский больше аромат. Это для женщин, которые очень комфортно чувствуют себя в своей коже и которые любят достаточно яркий, но при этом не вызывающий аромат. И это как раз вот этот случай. Очень приятная композиция, это тот случай, который вот когда, наверное, с возрастом как-то начинаешь ценить вот такие вот хорошо собранные, нерисковые, нерискованные композиции. А добротно собранная, качественная классика, это как раз вот этот случай. Если вы по какой-то причине энное количество лет назад отвергли этот аромат, я советую вам его послушать еще раз и посмотреть, изменилось ли ваше мнение по поводу этого аромата. Я его выгуливала вчера на работу и должна сказать, что он вполне в маленьком дозе, в маленьком нанесении, вполне этот аромат может хорошо иметь место быть в офисе. И никого не раздражая и никого не провоцирует, так скажем. Очень хороший, замечательный вариант. И в старых флаконах в интернете можно купить за более чем разумные деньги. Я очень довольна, что я приобрела вот такой флакончик и теперь буду пользоваться им с огромным удовольствием. Напишите мне, пожалуйста, внизу, что вы думаете по поводу аромата Ляньви. Есть ли он в вашей коллекции или его нету? Еще какой-нибудь, может быть, хороший же Асмин мне посоветуете? Давайте пообщаемся на эту тему. Обязательно, как я уже сказала, комментируйте. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Ставьте лайки, это очень помогает моему каналу. И не забудьте, пожалуйста, заглянуть на Инстаграм. Большое спасибо вам за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока!